Айзенхютенштадт. Тихий провинциальный промышленный город на востоке Германии. Время здесь будто остановилось. Многое все еще напоминает ОГДР и временах, когда город носил название Шталинштадт в честь Иосифа Сталина. Типичная панельная застройка, дом культуры и заброшенные здания. От тысяч других немецких городков его отличает близость границы с Польшей и неожиданная связь с белорусскими событиями. После того, как Александр Лукашенко в ответ на санкции стал способствовать нелегальной миграции в Евросоюз, каждый день сюда прибывают от 50 до 100 человек, которые воспользовались белорусским маршрутом. Я прилетел самолетом сначала в Бейрут, затем в Минск. В Беларуси меня довезли на машине до Бреста. Потом мы перешли границу с Польшей. И вот здесь приехал неделю назад. Немцы с нами очень хорошо обращаются, но я собираюсь дальше добраться до Великобритании, где находится моя мама с братом. Весь маршрут обошелся мне в 10 тысяч долларов. Всего в лагере сейчас находится 2500 мигрантов. Большинство приехали в ЕС через Беларусь. В лагере экстренно ставят новые палатки, возводят контейнеры. Главная проблема – это медицинская помощь. У мигрантов множество заболеваний. Переохлаждение – до 10% заражены коронавирусом. По Дублинскому соглашению беженцы, которые уже были зарегистрированы в другой стране ЕС, должны быть приняты этой страной обратно. На практике так происходит не всегда. Многие мигранты сами скрывают, что уже были зарегистрированы в другой стране, чтобы остаться в Германии. «Хотелось бы, чтобы Дублинское соглашение лучше соблюдалось. Еще одной проблемой является то, что некоторые страны происхождения мигрантов, такие как Ирак, Иран, Ливан, порой при депортации отказываются принимать собственных граждан. Это неприемлемо». После регистрации и прохождения карантина мигранты беспрепятственно перемещаются по городу. Их численность уже превысила 10% населения города. Что по этому поводу думают местные жители? В основном у них нет проблем с самими беженцами. Но миграционные законы устраивают не всех. «С самими беженцами у нас нет проблем. Мы помогаем друг другу. Но с 2015 года все хотят в Германию. Все благодаря той фразе Ангела Меркель «Мы справимся». Здесь, на Востоке, никто ее не забыл. То, что делает Лукашенко, это полное свинство». «Мы должны помогать людям. Мои родители тоже бежали от войны. Поэтому я решила помогать мигрантам. Я преподаю им немецкий. Большинство людей быстро и хорошо учатся, хотя многие вообще никогда не получали образование в своих странах. Но с тем, что делает Лукашенко, мириться нельзя». «Ко мне часто подходят знакомиться, заговаривают. По ночам я и так тут уже несколько лет не гуляю. Так что пока они держатся в стороне, все окей. Но есть и такие, кто не понимает этого». «У нас нет с беженцами никаких проблем. Но мне не нравится, что многие наслаждаются нашим гостеприимством и не работают месяцами или даже годами. Думаю, что миграционную политику государства надо ужесточить, значительно сократить сроки рассмотрения заявок на убежище». Местных жителей сложно чем-то удивить или напугать. В 2015 году они уже прошли через кризис беженцев. Тогда их было в десятки раз больше. Они считают, что нельзя винить людей в том, что они решили воспользоваться ситуацией в Беларуси, чтобы спасти свою жизнь. Но и мириться с политикой Лукашенко, по их мнению, тоже нельзя.